Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим первое заседание нашего совета в обновлённом составе. Со многими из присутствующих мы давно знакомы, с некоторыми коллегами будем работать впервые. Вы знаете, хорошо, что было проведён широкое обсуждение и голосование в интернете по поводу членства в Совете по правам человека при президенте. Напомню, что участие в голосовании приняло более 100 тысяч человек, а голосующие заходили на соответствующие сайты для голосования более 400 тысяч раз. Там 400, по-моему, 30 тысяч раз. Это, в общем и целом, надо сказать, достаточно большой интерес вызвало в обществе формирование совета. И в этой связи мы с Михаилом Александровичем приняли решение расширить количество членов совета, увеличить количество членов совета с тем, чтобы в него попали все люди, которые вошли в тройку при голосовании. И исходили из того, что люди вас хотели видеть в этом органе, освещательном при президенте. И, конечно, в этой связи возникают и вопросы, связанные с организацией самого совета. Потому что при таком большом количестве участников нужно организовать работу так, чтобы он реально воздействовал не только на работу вашего покорного услуги, но и чтобы мы вместе с вами могли уже влиять на работу исполнительных органов власти и органов правопорядка. В этой связи есть разные предложения. Предлагается президиум создать и ротировать его постоянно, или создать определенные рабочие группы по направлениям деятельности, которые представляют наибольший интерес для тех или других членов совета. Но, разумеется, с тем, чтобы был у нас прямой контакт, и этот прямой контакт помогал бы в реализации тех задач, которые перед советом стоят. Ну, с точки зрения задач, которые стоят перед советом, здесь, я думаю, не должно быть такой существенной новизны. Я очень рассчитываю на то, что в нашей работе будет преемственность того, что делалось на этом направлении в предыдущие годы. И, конечно, мы должны будем обращать внимание на все стороны нашей жизни и на вопросы политического характера, на вопросы организации нашего общества, государства, на социальные вопросы. Конечно, граждане ждут от людей, которые профессионально занимаются правами человека, существенной поддержки, особенно тогда, когда дают сбой государственные механизмы. И я понимаю это наше сотрудничество таким образом, что вот эта прямая обратная связь с российским обществом, доходящая прямо до самого верха власти, позволит нам вместе с вами совершенствовать инструменты управления нашим государством, создавать условия для того, чтобы вопросы в нашей стране решались прежде всего в интересах её граждан. Я не хотел бы произносить длинных монологов. Хочу предоставить слово Михаилу Александровичу Федотову. Ну и потом мы с вами поговорим по тем вопросам, которые вы посчитаете наиболее важными и целесообразными для обсуждения на первой встрече. Пожалуйста, Михаил Александрович. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хотел бы сразу отрефлексировать ваши слова о том, что в составе Совета есть и те, с кем вы давно знакомы, и новые люди. Если сравнивать с первым составом Совета, который вы утвердили в 2004 году, так вот из того состава осталось 7 человек. Но одновременно 7 человек из того же состава покинули Совет, и среди них наши видные правозащитники Алексеева, Ганушкина, Куклина, Пустынцев, Симонов. Но это меняет лишь форму, а не содержание нашего с ними сотрудничества. Те, для кого правозащитная деятельность составляет смысл жизни, не расстанутся с Советом, если только сам Совет не изменит своей миссии, не потеряет те ориентиры, ради которых был создан, и ради которых при каждом обновлении в него приходят все новые и новые поколения российских правозащитников и гражданских активистов. Вот та самая связь между обществом и властью, которая должна доходить до самого верха. Мы рассчитываем, что те, кто покинул Совет, станут постоянными экспертами наших рабочих групп. Точно так же мы приглашаем в наш экспертный пул всех кандидатов, которые участвовали в процессе ротации Совета. Об этом даже мы с ними договорились, когда проводили с их участием круглые столы по всем 13 номинациям. И мы хотели бы рассматривать наш экспертный пул как своего рода кадровый резерв Совета. Если у президента есть свой кадровый резерв, то почему бы такому кадровому резерву не быть и у Совета? Ведь ротация естественна и неумолима, как смена времен года. Вот почему двери Совета должны быть открыты для всех, кто хочет и умеет работать на нашу главную цель. А это главная цель – построение свободного общества, свободных людей. Именно об этой главной цели всех российских реформ последних двух десятилетий особенно часто говорили в 2004 году, который, помимо прочего, ознаменовался созданием Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Думаю, что это не случайное совпадение. Свободное общество, насколько я понимаю, это прежде всего развитое гражданское общество. А свободные люди – это суверенные граждане, знающие свои права и добросовестно выполняющие обязанности. Ни нахлебники, ни захребетники, ни подданные его величества, а сознательные строители страны с высоким уровнем жизни, зрелой демократией и достойным местом в современном мире. Несвободный человек не способен позаботиться ни о себе, ни о своих ближних, ни о своей родине. От него мало проку в деле модернизации страны. Но чтобы сделать его свободным, недостаточно провозгласить права человека в Конституции. Ведь свободой не всегда дорожат, еще реже умеют ею пользоваться. А для современной России ценности свободы не менее важны, чем стремление к экономическому процветанию и социальному благополучию людей. К сожалению, культуру свободы нельзя ввести указом, нельзя импортировать, нельзя позаимствовать. Ее можно только вырастить на своей земле, собственным попечением. В деле взращивания культуры свободы наш Совет готов и впредь быть коллективным советником главы государства. Тем более, что в нашей стране слова главы государства – это не просто лозунг, это директива, вектор движения, способ формирования в том числе и правоприменительной практики. Иначе за повседневной суетой люди, а среди них есть и парламентарии, и министры, и прокуроры, путают ориентиры, сбиваются на протоптанный путь запрета, устрашения, разделения на своих и чужих. Еще в прошлом веке выдающийся правовед Лон Фуллер в своей знаменитой книге «Мораль права» предупреждал об опасности, я цитирую, когда главная цель правительства, по-видимому, все в большей степени состоит не в том, чтобы дать гражданам законы, которые формируют их поведение, а в том, чтобы запугать их до состояния беспомощности. Такая дорога не ведет к храму, о чем Совет неоднократно предупреждал, но услышан не был. Сейчас, как никогда, нам нужно ясное видение цели, нужен диалог, тот самый диалог, о котором мы с вами говорили на нашей встрече. Не столкновение, нужна общегражданская солидарность и согласие в том, что именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. В следующем году мы отметим 20-летие Конституции, которую я только что процитировал. Казалось бы, достаточный срок для того, чтобы ее нормы вошли в плоть и кровь нашего общества. Но оказалось недостаточной. Вот почему сверхзадачей нашего Совета было и остается укоренение верховенства права в умах и поступках граждан, содействие становлению в России свободного общества, свободных людей. Уважаемый Владимир Владимирович, среди важнейших задач Совета вы назвали обеспечение прав граждан, развитие диалога между обществом и государственными структурами. Мы внутри Совета называем это миссией последней надежды. Действительно, Совет, благодаря участию в нем людей, заслуживших доверие обществу, часто воспринимается как одна из немногих возможностей достучаться до высшей власти. Миссия последней надежды слишком важна, чтобы ею пренебрегать. Поэтому просьба не сердиться на членов Совета, которые пришли сюда со своими письмами, которые касаются, может быть, не общенациональных проблем, а судеб конкретных людей или конкретных коллективов, или конкретных, может быть, даже частных проблем. Но чем чаще мы с вами будем встречаться, тем меньше будет подобных писем, и тем больше проблем удастся решить вместе. Уважаемый Владимир Владимирович, Вы сказали, что ротация Совета впервые проходила в таком широком формате с использованием процедуры интернет-консультаций. С одной стороны, это позволило вывести процесс формирования консультативного органа при главе государства из тени кулуарных переговоров, сделало его во всех смыслах доступным всем и каждому. Но с другой стороны, это пока не самый удачный пример электронной демократии. Во-первых, потому что Совет не представительный, а в значительной степени экспертный орган. А экспертов должны отпирать прежде всего эксперты. В некоторой степени нам удалось решить эту задачу, установив квалификационные требования к кандидатам. Но в ответ мы получили упреки в том, что наши требования нелогичны, несправедливы, необоснованы и так далее. Чтобы этого не было в дальнейшем, предлагаю во избежание конфликтов прописать правила ротации в положение о Совете. Пусть будет правовая норма. Во-вторых, мы не смогли наладить механизм верификации участников интернет-консультаций. В этом смысле я с большой надеждой смотрю на Игоря Олеговича Щеголева и его идеи, связанные с электронной демократией. Потому что на базе системы российской общественной инициативы с ее принципом «один человек, один голос» можно будет гораздо эффективнее проводить подобные рейтинговые голосования. Кстати, я бы предложил использовать эту систему и для развертывания Всероссийского электронного ресурсного центра общественного контроля. Я знаю, что член нашего совета, профессор Дискин, не очень поддерживает эту идею, но я думаю, что мы все-таки сможем ее довести до ума. И это будет очень полезная форма, которая даст возможность каждому гражданину реально включиться в управление делами государства на любом уровне. Сегодня еще много будет говориться об электронной демократии. Я думаю, что и Леонид Владимирович Поляков не обойдет ее стороной. Поэтому ограничусь только двумя замечаниями. Во-первых, сейчас во многих развитых странах традиционная представительная демократия сталкивается с непосредственной демократией, при которой последнее слово принадлежит именно гражданскому обществу. Массовость гражданских инициатив, прежде всего в интернете, быстро растет. При этом рядовой гражданин получает потенциальные возможности, не выходя из дома, можно сказать, в мягких домашних тапочках, стать одновременно и общенациональным СМИ, объединить вокруг себя миллионы людей, непосредственно повлиять на государственную политику. Современное государство, это относится сейчас ко многим развитым странам, только начинает знакомиться с суверенным гражданином как новым субъектом истории. Оно привыкло работать внутри бюрократии. И когда вдруг в сфере управления делами государства появляются граждане, оно воспринимает их как назойливых просителей. Напротив, дальновидная власть принимается создавать специальные каналы для обеспечения гражданского участия. Вот почему, мне кажется, очень своевременная идея, о которой расскажет здесь Иван Иванович Засурский, создать под эгидой Совета систему всероссийского интернет-мониторинга за соблюдением прав человека. Во-вторых, нельзя забывать об интернет-технологиях, позволяющих фальсифицировать и манипулировать гражданским участием, превращать киберпространство в арену информационных войн и различного рода криминала. Ни одна страна в мире не может справиться в одиночку с этими угрозами. Вот почему я предлагаю вернуться к вопросу об участии России в Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации. Кроме того, нам необходим рамочный закон об основах правового регулирования деятельности в интернете. Такой проект давно разрабатывается в Совете, и мы готовы достаточно быстро его представить. За минувшие годы Совет довольно много сделал, но еще больше не доделал. Я говорю о тех вопросах, которые были инициированы Советом, но так и не были доведены до конца. Например, в апреле 2009 года Совет поставил вопрос о необходимости подписать и ратифицировать ряд международных конвенций, защищающих детей от торговли детьми, от детской порнографии, детской проституции. Потребовалось 3,5 года, чтобы эти конвенции были подписаны. Этим летом вы подписали соответствующие распоряжения. А теперь нам говорят, что ратификация этих конвенций может быть сделана только в декабре 2014 года. Совет готов подключиться к этой теме, чтобы закрыть ее уже в следующем году. Точно так же мы готовы впрячься в выполнении и других президентских поручений, которые даются по итогам наших встреч. Для этого необходимо предусмотреть в положении о Совете обязательное привлечение членов Совета к участию в выполнении тех поручений, которые глава государства дает по результатам наших встреч. Нужно подвести прочную правовую базу и под взаимодействие Совета с органами государственной власти. Все это позволит избавиться от старой болезни Совета, когда на встречах с главой государства приходится поднимать одни и те же вопросы. Сегодня, конечно, речь пойдет не только о нашей, так сказать, незавершенке. Алексей Иванович Головань от имени рабочей группы по социальным правам поднимет тему гражданского участия в судьбах детей. Напомню, что по инициативе Совета уже прошел первое чтение закон об общественном контроле за обеспечением прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но сейчас работа над проектом в Государственной Думе застопорилась. И это не единственный вопрос, который потребует, Вашего, Владимир Владимирович, вмешательства. Предложение рабочей группы по культурным правам и гражданскому участию в культурном процессе озвучит ее руководитель Даниил Борисович Дондурей. Они касаются общественного попечения над информационными процессами, как в интернете, так и в электронных СМИ. Рабочая группа по гражданскому участию в противодействии коррупции подготовила конкретные предложения, касающиеся борьбой с детской порнографией в киберпространстве. Об этом расскажет Кирилл Викторович Кабанов, руководитель этой рабочей группы. Предложения рабочей группы по гражданскому участию в правовой реформе найдут отражение в выступлениях Тамары Георгиевны Морщиковой и Мары Федоровны Поляковой. Они касаются вопросов совершенствования правовой базы гражданского участия в управлении делами страны. Как видите, на сегодняшнем заседании будут выступать только, так сказать, старые члены Совета. Можно сказать, в бой идут одни старики, уже накопившие в Совете солидный опыт. Конечно, тем, кто только сегодня пополнил ряды Совета, тоже есть что добавить к озвученным темам, но я исхожу из того, что наша работа только начинается. И если не возражаете, я бы тогда попросил сейчас взять слово Игоря Олеговича Щёкалева, чтобы он нас ввёл в мир электронной демократии. Если позволите, одну секундочку, буквально пару реплик. Должен сказать, вот вы упомянули о том, что мы формировали Совет в 2004 году, и хочу напомнить о том, в каких условиях это делалось. Ситуация была крайне сложной. Страна находилась фактически в состоянии гражданской войны. Вяло текущего, но очень болезненного и кровавого вооружённого конфликта. И в этой связи хотел бы откровенно сказать, и те, кто в то время работал, наверняка помнят. Наши позиции с членами... Майя, собственная позиция с членами Совета далеко не всегда совпадала. По целому ряду абсолютно ключевых для того времени вопросов жизни, деятельности страны. Сейчас ситуация полностью, ну не полностью, но в значительной степени серьёзно изменилась, хотя она ещё продолжает оставаться очень сложной. И свидетельством того являются вспышки и терроризма, и теракты, и аркорд преступности и так далее. Но в целом она всё-таки серьёзным образом изменилась. Я бы сказал, кардинально изменилась. Не могу утверждать, что всё, что тогда я считал правильным, таковым и было. Так же, как нельзя сказать, что всё, что от меня просили или требовали члены Совета, было обоснованным. Я очень хорошо помню дискуссию с нашими, вашими коллегами из Европы в тот период времени. Прямо их было очень много, но одна из них у меня стоит перед глазами. Когда одна очень приятная во всех отношениях, говорю без всякой иронии, женщина говорила, что она очень критикует нас, Россию и меня, за то, что мы делаем на Кавказе, что это очень жёстко так невозможно в современном мире. На мой вопрос о том, а вот смотрите, что они делают там, и какими методами мы должны этому сопротивляться. Как вы думаете? Она говорит, мы за это их тоже осуждаем. Но вас осуждаем за то, что это часть вашей территории, и вы не можете навести порядок. На мой вопрос, а как нам навести порядок, если не действовать такими методами, которые вы осуждаете? Её ответ – я не знаю. Для чего я это говорю? И почему я это сейчас вспомнил? Вот когда, может быть, даже справедливые критики подвергаются исполнительным органам власти и управления, может быть, даже справедливые, но никто не знает, как решить, должен быть кто-то, кто берёт на себя ответственность. И если наши мнения не всегда будут совпадать, вы тоже на меня не обижаетесь. Я сделаю всё, чтобы не обижаться ни на что из того, что услышу от вас. Но и вы, пожалуйста, на меня тоже не обижаетесь. Это должна быть такая прямая, открытая, честная, совместная работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!